О спорте и просто здоровом образе жизни говорили в рамках круглого стола, организованного по инициативе спортивной общественности Щелковского района. Участники внесли ряд предложений, которые, по их мнению, должны открыть новые горизонты в развитии массового спорта. Здесь, я считаю, нужна не только пропаганда здорового образа жизни среди населения, как уже было сказано, в том числе за счет увеличения социальных рекламных популяризации здорового образа жизни и здорового питания, отказа от АКП и обога от работы, но и планомерная работа с работодателями в союзе, которые бы дополнительно стимулировали работников, занимающихся скульптурой и спортом на постоянной основе. Ведь, в самом деле, спорт – это не цель всех сделать спортсменов, а, скорее всего, сделать всех здоровых. Чтобы выбрать направление развития спортивной инфраструктуры, подытожили результаты работы, проделанные в Щелковском районе за последние годы, в городе Щелково были открыты сразу два крупных спортивных объекта – ледовая арена имени Владислава Третьяка и многофункциональный комплекс на улице Центральная, в котором, кстати, и проходило мероприятие. По-прежнему держит высокую планку и универсальный спорткомплекс Подмосковья, где проводятся соревнования всероссийского уровня. И все же на круглом столе руководитель учреждения отметил, что материально-техническую базу того же стадиона необходимо обновлять. Это поручение президента, премьер-министру, в котором ставится задача провести нейтрализацию спортивных объектов, посмотреть, которые не соответствуют, выделить деньги, включить программу. И поэтому и создана эта областная программа, центральный стадион, куда мы и стремимся попасть. Также было предложено развивать увлечение спортом среди молодежи, прежде всего создавая условия для активного отдыха на территории района. Ну а вдохновить подрастающие поколения и на спортивные достижения планирует, основав зал славы спорта на базе Щелковского историко-краеведческого музея. Поддержал инициативу, приглашенной организаторами мероприятия депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Я полностью поддерживаю идею создания спортивного музея. Музей спортивных славы. Это действительно тот элемент, который позволяет воспитывать дух спортивного. Также прозвучали вопросы развития инфраструктуры для адаптивного спорта и дополнительного образования. Предложения, озвученные в рамках круглого стола, вошли в резолюцию, которая должна будет стать прямым руководством к действию как для местных властей, так и для областного правительства.